Чтобы человеку жилось хорошо, для этого мало быть умным и добрым. Бывают ситуации, в которых человеку этого не нужно. Такое мнение однажды высказала известный исследователь мозга, академик Наталья Бехтерева. Нейрофизиолог с мировым именем, академик Наталья Бехтерева всегда считала, что человеческий мозг – это живое существо, находящееся в нашем теле. Ей всегда хотелось заглянуть за грань, побывать там, где никто еще не был. Хотелось понять, что делает человека человеком. «Что это за ситуации и как?» – объясняла свои слова Наталья Петровна. «Почему Иванушка-дурачок обыгрывает даже самого умного?» «Умных и глупых людей разнит то, что первые думают, а вторые думать не желают. Но в этом и их преимущество», – говорила Наталья Бехтерева. Академик считала глупых людей не такими уж и глупыми. В то время как умный человек испытывает эмоциональное и интеллектуальное напряжение, пытаясь решить какую-то проблему, в это же самое время эдакий Иванушка-дурачок всего этого не испытывает. В результате умный человек иногда тратит огромное количество энергии, но не всегда может прийти к однозначному решению. Получается, что ресурс потрачен, но проблема не решена. А упомянутый сказочный персонаж думает только о том, чтобы поесть и где бы поспать. Он не тратит столько энергии на решение собственных проблем, да и проблемы других людей его не волнуют. В этом смысле Иванушка выступает в роли умного человека, считает Наталья Бехтерева. Потому что многие проблемы, которые заставляют нас волноваться, – это пустяки. Некоторые проблемы решаются без нашего участия, а решение некоторых из них вообще от нас не зависит. Но умный человек не может не думать об этом и тем самым разрушает свою психику, что является одной из главных причин старения, – утверждала Наталья Петровна. Иванушка поступает умнее, даже не осознавая этого. Он не истощает свою психику стрессами и нервным напряжением. Но не следует после всего этого делать вывод, что мышление вредит. Человек должен думать, – говорит Наталья Петровна. Но иногда нужно позволять себе быть Иванушкой и не думать о ненужных вещах. В этом и заключается забота о себе. Когда доброта в ущерб себе? Наталья Петровна считала доброту и честность созидательным светом души. Но эти качества могут навредить человеку, если он имеет дело с эгоистами. Почему добрые и честные люди иногда живут хуже своих антиподов? У Натальи Бехтеревой было простое объяснение. Потому что хороших людей часто используют в корыстных целях. В то же время хороший человек редко обращается за помощью к кому-то другому. Наталья Петровна принадлежала к тем людям, которые считают, что настоящая доброта всегда бескорыстна. Однако нужно понимать, для кого вы делаете добрые дела. Если вы постоянно кому-то помогаете и ничего от этого человека не получаете, то вас попросту используют эгоисты. А ведь вы делаете это по своей воле, считает Наталья Бехтерева. И чем больше хороший человек соглашается на эту эксплуатацию, тем больше становится таких эксплуататоров. Почему не нужно помогать тем, кто вас об этом не просил? Когда добрый человек видит тяготы другого, он протягивает свою руку помощи. Иногда кажется, что наши старания помогут выбраться человеку из ямы. Но это самообман, считала Наталья Бехтерева. Никто не сможет помочь в беде человеку, если он сам не хочет исправить ситуацию. Есть немало историй, когда люди посвящали свою жизнь тому, чтобы помочь кому-то измениться. Но это пустые старания, если вторая сторона не хочет ничего предпринимать для изменения ситуации. В этом случае наши старания приведут лишь к нашему разочарованию. Пытаясь помочь тому, кто этого не хочет и не просит, мы впустую тратим свою энергию. Это относится и к ситуациям, когда человек страдает от какой-то зависимости, отмечает Наталья Петровна. Если в жизни человека все устраивает, то наша помощь в этом случае не принесет ему пользы. Более того, Бехтерева утверждала, что помогая человеку, который этого не ценит, мы тем самым предаем себя. Если мы помогаем кому-то и видим результат, то понимаем, что все было не зря. Но когда мы не видим результата, наступает ощущение усталости и апатии. И получается, что мы не помогли ближнему, а сами себе нанесли вред. В таких ситуациях необходимо понять, на что вы тратите свою энергию, считает Наталья Бехтерева. Директор детского дома Аркадий Кельнер, которого мы любили и боялись, научил нас трем основным принципам жизни. Эти принципы помогают пройти через любые трудности. А нам, детям 20-х, 30-х годов, они помогли и выжить, и выстоять в сложные периоды жизни. В которых мы не только что-то теряли, но и обязательно что-то приобретали. Многие из нас подтвердили это своим примером. Именно так начинала рассказ о важном этапе своей жизни академик Наталья Бехтерева. Значительную часть своей работы она посвятила исследованию функции подкорки человеческого мозга, а также активно интересовалась вопросами гениальности человека и сверхспособностей, например, ясновидения. Бехтерева не отрицала необъяснимые наукой явления, связанные с человеческим мозгом. В частности, верила, что тело без души не живет, и что биологическая смерть не обязательно ведет к смерти души. Наталья Петровна оставила после себя много интересных размышлений о жизни и полезных напутствий. Среди них рассказ о трех главных принципах, которые всегда помогали Наталье Петровне выстоять в сложных жизненных ситуациях. Пережить измену самых близких друзей, критику, гонения в институте, трагические события в личной жизни, справиться с их последствиями. Давайте более подробно остановимся на каждом из принципов. Принцип первый. Разумная гордость. Наталья Бехтерева считала разумную гордость, если она не переходит в высокомерие, большой силой. Академик утверждала, что именно разумная гордость, которая является формой проявления достоинства, помогает не только не дрогнуть перед казнью, выполнить свой долг, даже когда это нелегко, но и в других жизненных ситуациях. Что представляет собой разумная гордость, воспитывается ли она или это врожденное качество, Наталья Бехтерева пояснила на конкретном примере. Этот урок Наталья Петровна запомнила на всю жизнь. Однажды нам, воспитанникам детского дома, выдали одинаковые оранжевые платья. Эта одежда предназначалась для работы в мастерских. Но все, кто получил эти платья, решили надеть их в школу, в том числе и я. С того дня этот цвет вызывает у меня довольно неприятные чувства. Так вспоминала Наталья Петровна об уроке, который воспитал в ней разумную гордость. Когда Аркадий Кельнер увидел своих воспитанниц в одинаковых платьях, он пришел в ярость. А больше всего досталось будущему академику. В чем была вина Натальи Петровны и ее сверстниц? Директор отчитал их за то, что они по своей глупости, облачившись в одинаковые платья, стали выглядеть сиротками из приюта, которые у порядочных людей вызывают жалость. «Почему ученице, которую считает лучшей в школе, не хватило ума понять, что она добровольно повесила на себе ярлык «приютской»» – возмущался Аркадий Кельнер в адрес Натальи Бехтеревой. Директор приюта говорил, что он пытается сделать все возможное, чтобы никто не смог повесить на его воспитанниц такой ярлык. Деддомовские мальчики шили им лакированные туфли. Да такие красивые, что, по словам Натальи Петровны, на них засматривались и домашние дети. К тому же ни у одной воспитанницы приюта не было ни одного одинакового платья, не считая тех оранжевых, которые предназначались для школы. Моралист скажет, разве дело в одежде? По одежке встречают. Лучшие спортсмены, лучшие ученики, лучшие актеры, лучшие, 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 но лучшие – это гордость единиц. Директор школы думал обо всех нас, и поэтому я привела такой житейский пример. Начиная с одежды, внешнего вида, всегда подтянутые и аккуратные. Так Аркадий Кельнер воспитывал в нас чувство собственного достоинства. Принцип второй – воспитание стойкости. Наталья Бехтерева оказалась в детском доме в 1937 году. Уже тогда она понимала, дочь врагов народа после окончания школы неизбежно окажется на кирпичном заводе, если не будет усердно учиться и не станет лучшей ученицей. К счастью, учеба Наталье Петровне давалась легко, а вот дорога от детского дома до школы была не всегда легкой. Особенно в блокадную снежную зиму. В любую погоду, в любых обстоятельствах Бехтерева преодолевала этот путь каждый день. Хотя дорога была не единственным воспитателем стойкости. Наталья Петровна вспоминала, что она была домашним ребенком, и адаптация к приютской жизни давалась ей непросто. Не способствовали этому и остальные воспитанницы детского дома, которые Бехтереву не взлюбили. Домашней Наташи доставалась от них и физически. Однажды Аркадий Кельнер вызвал к себе Бехтереву и сообщил, что он накажет зачинщиков, если она их назовет. Выдавать своих обидчиков воспитанница отказалась, за что и просидела остаток дня без обеда и ужина. Просидела я без обеда и ужина у него на кожаном диване порядочно часов, хорошо хоть, что он заходил редко. А наутро на линейке Аркадий Исаевич рассказал о моем вынужденном и безрезультатном голодании. Да в каких красках. Конечно, я этого не заслужил, и говорил-то он явно не для меня. Но знал, что сильнее книжных приемов на детей действует то, что видно, слышно, что рядом. Вскоре после этого мы стали часто и самостоятельно проводить опыты на стойкость, и у меня до сих пор хранится об этом воспоминание. Круглая пятнышко на тыльной стороне левой руки видно у меня до сих пор. Всех я перетерпела, но хорошо, что терпеливых все-таки было не слишком много. Наверное, благодаря этому кисть руки работает. Ни нервы, ни сухожилия не повреждены. Принцип третий. Эмоциональный баланс. Этот принцип говорит о важности и умении получать положительные эмоции, которые, как известно, являются врагами для отрицательных. Аркадий Кельнер учил этому и своих воспитанников. Так, после уроков, Наталья Бехтерева вместе со своими сверстниками занималась театральными репетициями. В спектаклях было все. И слова, и танцы, и музыка, и песни. От спектакля к спектаклю актеры и зрители менялись местами. Поэтому каждый ученик поднимался на сцену. Такая театральная жизнь, по словам Натальи Петровны, давала много положительных эмоций. По вечерам, когда спектакли не шли полным ходом, воспитанники детского дома занимались спортом. Катались на коньках, плавали, гребли. Вот такими простыми и замечательными способами директор детского дома воспитывал и укреплял в детях душевное равновесие, которое также помогало им выстоять в трудные времена. «Мы должны сделать так, чтобы трудности, если их нельзя избежать, закалили». Директор детского дома Аркадий Исаевич Кельнер, который погиб в первые дни войны, владел в совершенстве секретом воспитания стойкости и твердости. Статный интеллигентный человек с красавицей женой, он любил нас, а мы любили его и побаивались. Но не так, как боялись холодного исполнителя. Ведь мы любили его за его любовь, за его умную заботу об обездоленных детях, и мы боялись требовательности, которую диктовала любовь. Многие из нас и после его смерти подтвердили на деле, что через трудности можно пройти, не только потеряв в них что-то, но и приобрести более ценное и важное.